Чистые! Мы хотим, чтобы Камчатка стала чище. Автомобильный номер и «Живая роза» стали лучшими находками в «Чистых играх», которые прошли в субботу на пляже Малая лагерная Краевой столицы. В массовой уборке территории приняли участие 107 человек. Им удалось собрать 450 килограммов мусора. Неравнодушные жители края очистили не только сам пляж, но и прилегающую к нему территорию. «Чистые игры» – это не просто субботник, а настоящие соревнования, по итогам которых определяются победители. Люди приходят на игру, регистрируются как команда, собирают мусор. Мусор сдаётся на пункты скупки. На пунктах скупки им начисляют определённое количество баллов в зависимости от того, какой мусор они принесли. Всё это ведётся в онлайн-рейтинг в приложении. То есть можно посмотреть победителей, также количество мусора по окончании игры. За разный мусор даётся разное количество баллов, поэтому сортировка мусора заложена уже в алгоритм самой игры. Это как бы чтобы показать людям, что сортировать мусор – это в принципе несложно. Формат игры привлекает больше желающих поучаствовать в уборке. Люди хотят собрать как можно больше мусора, чтобы победить. Это позволяет привлечь другие целевые аудитории, те, которые обычно на субботники не ходят. А это на самом деле очень важно, потому что люди, которые ходят на субботники, они и так ходят с определённой регулярностью на них. А люди, которые не ходят, они, бывает, придут за призами или просто время провести как-то так. Случайно присоединяться на месте – тоже такое бывает. Бутылки, игрушки, туристические стулья, остатки мангалов, одеяла – это лишь часть того мусора, который удалось собрать. В рамках конкурса на самый необычный предмет участники игр постарались придумать историю того или иного предмета и как он оказался на пляже. Это мяч. Этот мяч выпал из Марианской впадины. Он плавал по Тихону океану, потом его нашли неандертальцы и начали играть с ним в лесу и потеряли в болоте. По мнению большинства, лучшими находками на этой игре стали автомобильный номер и «Живая роза». Участники «Чистых игр» в этот раз не только провели время с пользой для природы, но и получили новые знания. Им рассказали о микропластике и проблемах, связанных с его распространением. Люди отмечали, что этой теме стоит уделять больше внимания. А такие мероприятия, как «Чистые игры», нужно проводить чаще. Мы очищаем нашу природу, так как Камчатка, особенно по выходным, часто загрязняется. Особенно такое место, как этот пляж, вертолетка. Сюда очень часто приезжают, так как я сама живу здесь неподалеку, я знаю, как здесь грязно. Особенно вот здесь на выезде в основном скапливается мусор, и это мероприятие отлично помогает очищению. Приятно же, когда ты идешь по улице, и на улице чисто. Приятно прийти на пляж, посидеть, знаешь, что вокруг тебя не валяется никакой мусор. Никто, кроме нас, этого сделать не сможет. Точно так же, как и загрязняет человек, точно так же природа может рассчитывать только на человека в плане уборки этого мусора. По итогам игр третье место заняла команда «Китята», второе – у краеведов, а первое досталось команде «Свифт», которая заработала 94 балла. Участникам-призерам вручили подарки от партнеров проекта. Весь мусор, собранный на игре, вывезли на свалку представители управления благоустройства Петропавловска. Часть отходов переработают. Отметим, что следующие «Чистые игры» пройдут в рамках федерального форума «Экосистема. Заповедный край» 5 августа на берегу Халактырского озера.